Зимние каникулы Например, на лыжную базу «Чайка». Там могут помочь и с подготовкой лыж, чтобы они были более приспособленными к скоростным рывкам. А для экстремалов дорога лежит на горнолыжный склон. В выходные как раз есть время, чтобы отправиться туда на целый день и попробовать как горные лыжи, так и сноуборд. А если из лыжного комплекта у вас остались только палки, то вам подойдут занятия скандинавской ходьбой. Всего две лыжные палки, удобная одежда и обувь. Вот и все, что нужно для занятий скандинавской ходьбой. Это очень полезный вид спорта. Особенно подходит тем, кто любит размеренную физическую нагрузку для укрепления своего здоровья. А также тем, кто проходит восстановление и реабилитацию после болезней. Нам нужны палки для того, чтобы руки сделать ногами. Наши животные бегают на четырех лапах. Кошки, собаки, лошади и так далее. У них вес распространяется на все конечности равномерно. Палки нам дают именно эту возможность. И когда мы правильной техникой ходим, мы даже ускоряемся. Поначалу может казаться, что палки мешают. Но когда вы поймете суть, палки будут помогать. Это в среднем для того, чтобы понять технику, освоить ее базовые вещи, где-то 8-10 занятий требуется. Ну а если вы пока не готовы тратить все выходные, чтобы поставить правильную технику скандинавской ходьбы, то тогда для вас лучшим вариантом станут коньки. Добро пожаловать на каток. Всего в городе залито более 100 катков. В общественных пространствах, во дворах, длинные прогулочные в парке Гагарина и на второй очереди набережной. В выходные можно даже устроить себе небольшой челлендж. Каждый день выходить на новый лед и попробовать все. Как массовые катки, так и уютные дворовые. Так может родиться и новая спортивная семейная традиция, которую захочется повторять.